Всем привет! Друзья, мы хотим ответить одному человеку, ростовчанину Алексею Арабаджиеву. Алексей, очень неприятно то, что вы ростовчанин, который не поддерживает ростовчан. Это нехорошо. Вы не понимаете действительно, что такое Москва и Питер? Насколько коммерческие это города? Значит, попытаюсь ответить на ваши вопросы. Вы дободались до сущей чепухи. Значит, наш человек в Америке был Иван Кутырев. Иван Кутырев, он жил и в Америке, и в Питере. И туда-сюда мотался. Позывные у него Иван Мед, свои фирмы там и так далее. Просто, когда мы были заочно знакомы, он не мог нам помочь, так как у нас еще не было самых крутых камней. Углистых Андрей, Левый берег и так далее. Все это появилось после его, к сожалению, его смерти. Поэтому помочь Иван Кутырев нам не смог. Но то, что он у нас видел, он считал за метеориты. А вы дободались до того, что чего у нас еще не зарегистрировано. Вы правда так прикалываетесь? Да это практически невозможно. Вам любое это объяснить. Все лаборатории мира, это как группировки по интересам, по коммерции. Понимаете? То есть с улицы ты туда не зайдешь. Если немцы или еще кто-то дадут мне добро, я через два дня ударю по геохи. И чтобы не подставлять геохи, они не дадут добро мне. Потому что мы с ними не знакомы. Мы одни пробиваемся. Нам очень трудно. И вы вот эту туфту пишете кругом. За что вы нас поймали? За что? Это мы поймали Дмитрия по скайпу. Нормальный человек, он ничего не разглядит по скайпу. И хоть мы Дмитрию показывали, под 5 минут каждый камень перед камерой вертели. Вы это не видели, потому что это было за камерой. А Дмитрий, это же мужик. 30 минут камеру не включал, чтобы мы его не видели. Это мужик, да. Это супер человек. Очень смелый. Так вот. Нормальный человек, он бы и не взялся определять по скайпу ничего. Но когда ты настроен на ложь, на забраковку, то почему бы не поопределять? Вот только что мы Дмитрию кидали перчатку. И он где? Настроил анализы нам сделать в Эгеме. Надежный человек из Эгема нам сообщил. Там аппарат сломан до сих пор. Он наполовину починен, даже меньше. Одну вещь он правильно делает, другую не... То есть, ну и на неисправном аппарате нам сделали бы анализы. Очень классно. Мы Дмитрию говорим, вот шлифы есть. В чем проблема? Шлифы, кто не знает, кто не разбирается, они не нужны. Делается несколько снимков, и шлиф можно чуть ли не вытянуть. И эти снимки посылаются на другой конец земного шара. И все. Петрографу не надо даже с места задом двигать своим. Он получил снимок и сказал, да, это метеорит. Или там, я не знаю, 50 на 50, или еще что-то. Почему Дмитрий не соглашается? Потому что не каждый Петрограф будет лгать. Ну уж как будет Петрограф лгать? Когда хондры там идеальные, когда еще что-то. В чем проблема? А подделать анализ вот так можно. Понимаете? Вон на сломанном аппарате. Вы гемиев, отлично, да. Поэтому, Алексей, тезка, вы тезка и ростовчанин. Вам вообще не стыдно? Я могу с вами встретиться, вам подарить такой классный кусок, что вы скажете сами, что это метеорит и ничем другим быть не может. Талпа Борис Васильевич уже все подтвердил. Год назад это вся братья спрашивала, знакомы ли мы с ним. А почему он сам не подтвердил? Вот он подтвердил, уже несется на него туфта. Что типа он кирпичных дел мастер. Какого черта лезет, то все там это. Да те, кто, кого уважает Дмитрий, они все в этой теме. Понимаете? Ну включайте мозги, хоть чуть-чуть. Вам что, 20 лет что ли? Я не пойму. Тут объяснять надо детские вещи вам. Метеориты. Ну что тут у нас до сих пор люди в приемной, в больницах сотнями, тысячами умирают. Там их на улицу выкидывают. А тут какой-то камень. Что ты умрешь, если у тебя не примут камень какой-то? Это у нас метеоритов много с напарником. А у каждого россиянина по одному, по два, по три камня. И с каждым ведется диалог отдельно. Мы все разрознены. Вот сейчас мы будем, Алексей, делать союз. Из геологов. Из кандидатов, из докторов наук. Из самых разных специалистов. Уж им-то вы поверьте. Я-то никто, я частное лицо. Меня будут ставить координатором этого движения. Потому что президентом надо ставить какого-то чуть ли не академика. Чтоб вот это мерзостное братье не сказало, что я без высшего образования. Что-то там это. Поэтому я буду координатором. А вы, Алексей, думайте порой. Вы же себя подставляете. Мы, конечно, благодарны с напарником, таким как вы, как Михаил Грехов. Михаил молодец, тоже малолетка, что он там астроном. Это только на первый взгляд, что он пустое место. На самом деле это наш человек, Михаил. Ну, сами подумайте. Если благодаря первый раз, когда он возник, когда он вспыхнул на ровном месте, то у нас 33 подписчика прибавилось. А потом 200 или 300 прибавилось дальше, когда споры прошли. Вот и благодаря таким, как вы, Алексей, у нас прибавится подписчиков. Конечно, спасибо вам, но вы себя подставляете. Можете связаться со мной. Мой телефон в открытом доступе. Я могу вам даже подарить хороший кусочек метеорита. Может вы из-за этого начали? Пока. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...